OBD-2 код неисправности техническое описание, передача 1 неверное передаточное соотношение. Этот диагностический код неисправности, DTS, является общим кодом трансмиссии OBD-2, он считается универсальным, поскольку он применяется ко всем маркам и моделям транспортных средств, начиная с 1996 года, хотя конкретные этапы ремонта могут различаться в зависимости от модели, что это обозначает. Современные транспортные средства, оснащенные автоматическими коробками передач, трансмиссиями, используют гидротрансформатор между двигателем и трансмиссией для увеличения мощности двигателя и привода задних колес. Этот код может отображаться на автомобилях с автоматической коробкой передач, когда возникает проблема с переключением на первую передачу или во время движения на первой передаче, автоматическая коробка передач, управляемая компьютером, использует несколько передаточных чисел. для увеличения скорости транспортного средства при максимальном увеличении выходной мощности двигателя. Более новые транспортные средства могут иметь более четырех передаточных чисел для улучшения экономии топлива, компьютер определяет, когда переключаться между передачами вверх или вниз, в зависимости от положения дроссельной заслонки и скорости автомобиля. Модуль управления двигателем ESM, модуль управления силовой передачей PSM или модуль управления коробкой передач TSM использует входные данные от различных датчиков для проверки правильности работы коробки передач и ее компонентов, частота вращения двигателя часто рассчитывается по датчику скорости трансмиссии для определения передаточного числа и проскальзывания гидротрансформатора, если расчет не соответствует требуемому значению, устанавливается диагностический код неисправности и загорается лампа проверки двигателя, неправильные коды отношений обычно требуют передовых механических способностей и диагностических инструментов. Примечание, этот код аналогичен P0730, P0730, P0732, P0733, P0734, P0735 и P0736, если есть другие коды трансмиссии, сначала устраните эти проблемы, прежде чем вводить неправильный код передаточного числа, симптомы, симптомы кода неисправности P0731 могут включать, контрольная лампочка двигателя горит, контрольная лампа неисправности, не запускается на первой передаче, вялое ускорение, коробка передач проскальзывает, потери экономии топлива, потенциальные причины, причины этого DTS могут включать в себя, низкая или грязная трансмиссионная жидкость, механическая поломка в трансмиссии, внутренняя блокировка внутри главного управления коробкой передач, неисправный соленоид переключения, неисправный модуль управления коробкой передач, диагностика и ремонт. Обязательно проверяйте уровень и состояние жидкости, прежде чем продолжить дальнейшую диагностику неправильный уровень жидкости или грязная жидкость могут вызвать проблемы с переключением передач, которые влияют на несколько передач, если отображается только один неверный код передаточного числа, протестируйте автомобиль, чтобы определить, работает ли передача. Внутренние муфты и ленты трансмиссии обычно управляются соленоидом или с помощью давления жидкости, если есть электрическая проблема с соленоидом переключения, также должен отображаться код, специфичный для этой неисправности, исправьте проблему с электричеством, прежде чем продолжить, заблокированный проход жидкости внутри трансмиссии также может привести к тому, что автомобиль не будет запускаться на первой передаче, если имеется несколько неправильных кодов передаточного числа, но трансмиссия работает, как и ожидалось, возможны механические проблемы с гидротрансформатором, главным управлением коробки передач или давлением проблемы. Если имеется несколько неправильных кодов передаточных чисел и проблемы смещения, но отображаются не все, неисправность может быть связана с механической неисправностью внутри трансмиссии или с давлением жидкости, заблокированным проходом в главном блоке управления, электромагнит переключения, который управляет несколькими передачами, также может быть неисправен, если есть внутренняя блокировка или проблема давления жидкости, если есть электрическая проблема с соленоидом, который управляет механизмами, должен отображаться код, специфичный для неисправного соленоида. Может быть необходимо использовать расширенный диагностический диагностический прибор, чтобы определить, какая передача управляется трансмиссией, и определить, совпадает ли частота вращения двигателя с вычисленной выходной скоростью от датчика трансмиссии. Для устранения неисправности этого типа часто требуются углубленные знания о работе и ремонте трансмиссии, обратитесь к заводскому руководству по техническому обслуживанию для диагностики конкретных транспортных средств.